Следующее свадение тоже написано довольно давно, но я его читаю часто, потому что оно почему-то всегда вписывает в тему того вечера, того вероприятия, на котором я нахожусь. Опять горит Иерусалим, пылают факелы у конных, ворота взяты я один, и всюду стоны, стоны ряды защитников редки, как зубья на старинной башне, и гибнут верные стрелки для равной схватки рукопашной. Горит, горит Иерусалим, зала, как белая пороша, над храмом едкий черный дым, и что-то сделать невозможно, но я стреляю со стены, и тетила поет стрелой, враги отважные и сильны, но ведь и я чего-то стою. Враги меня не пощадят, да и не жду от них пощады, в пролом стены бы добежать, туда, где держатся медсада, там скалы плавятся, но там свои, и в их руках оружие оттуда лучше виден храм. «Ах, мне только этого и нужно!» Прослось, в глазах все тот же дым, сплелось грядущее, с прошедшим, сон с явлением стал неразделим, а вдруг тот сон сегодня? Вещь! Я спал, а может, и не спал. Откуда ж этой гарью веет, на сколько лет я опоздал, а может, все еще успею, но суморок тих и недвижим, века раздвинув осторожно, забылся сном в Иерусалим, таким нетерным и тревожным.